обязательно явят в мере свою милость. Затем он молится Госвами, Ха-ха Сваруп Санатана Рупа Рагунадха. Под именем Сваруп подразумевается Сварупа Дамодара, личный секретарь Господа Читания. Он постоянно находился рядом с Читани Махапрабу и исполнял все его желания. Сварупа Дамодара и Гавинда, два ближайших спутника Господа Читани, всегда сопровождали Господа. Поэтому Наратам Растакурус молится Сварупе Дамодаре, а затем шестерым Госвами, ближайшим ученикам Господа Читани, Ширупе Госвами, Ши Санатане Госвами, Ши Рагунати Бати Госвами, Ши Гапале Бати Госвами, Ши Дживе Госвами и Ши Рагунати Дасу Госвами. Эти шесть Госвами получили от Господа Читани личное указание расширять это движение сознания Кришны. И Наратам Растакур молит также и их, даровать ему свою милость. Следующим Ачалии преемником шести Госвами был Шинемас Ачалия. Наратам Растакур родился почти в одно время с ним. И в цепи ученической преемственности он стоит сразу за ним. Близким другом Наратамы Даса был Рамачандра Чакраварти. И Наратама Дас молит, «Я хочу всегда быть вместе с Рамачандрой». Он хочет всегда находиться в обществе преданного. В сущности, это один из основных моментов преданного служения. Мы должны всегда молить духовных наставников Ачалия о милости и общаться с чистыми преданами. Тогда нам будет легче развить в себе сознание Кришны и снискать милость Господа Читани и Господа Кришны. Об этом поют свои песни. Наратам Растакур родился. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from the Bhagavad Gita, chapter 5, text number 29. Читаем Шимат Bhagavad Gita, глава 5, text number 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Бхактарам ягна-тапасам Сарвалoka Maheshwaram Суридам Сарвабхутанам Бхактарам ягна-тапасам Сарвалoka Maheshwaram Бхактарам ягна-тапасам Сарвалoka Maheshwaram Суридам Сарвабхутанам Бхактарам ягна-тапасам Бхактарам ягна-тапасам Бхактарам ягна-тапасам Сарвалoka Maheshwaram Суридам Сарвабхутанам Бхактарам ягна-тапасам Бхактарам ягна-тапасам Сарвалoka Maheshwaram Суридам Сарвабхутанам Бхактарам ягна-тапасам Бхактарам ягна-тапасам Суридам Сарвалoka Maheshwaram Суридам Сарвабхутанам Бхактарам ягна-тапасам 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 Бог тарам я джата пасам, сарва лока махешварам, сухридам сарва бутанам, ядвамам шантюрич хадим. Бог тарам того, кто наслаждается, ягня, жертвоприношения, тапасам, обетов и подвижничества, сарва лока, всех планет и повелевающих ими полубогов. Магаишварам, Верховного Повелителя, сухридам, благодетеля, сарва всех бутанам, живых существ, ядва постигнув, мам меня, Господа Кришна. Шантин, свобода от материальных страданий, рычхати, обретает. Перевод. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я Верховный Владыка всех планет и полубогов, а также Друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Комментарий Шилупрупады. Обусловленные души, находящиеся в когтях иллюзорной энергии, стремятся найти покой в материальном мире, но они не знают формулы мира, которая изложена в этом стихе Бхагавадгита. Эта формула очень проста. Плодами всех наших действий наслаждается Господь Кришна. Все, что у нас есть, необходимо использовать в трансцендентном служении Господу, ибо Он Владыка всех планет и повелитель царствующих на них полубогов. Нет никого более великого, чем Господь. Он более велик, чем самые великие полубоги, Господь Шива и Господь Брама. Это подтверждается в Ведах. Там ишваранам парамам махешварам. Шветошватару паниша. Введенные в заблуждение, живые существа пытаются утвердить свое господство над миром, хотя сами находятся во власти материальной энергии Господа. Господь – повелитель материальной природы, а обусловленная душа находится во власти ее суровых законов. Пока люди не поймут этих простых истин, они не будут знать покоя, ни каждый в отдельности, ни все вместе. В этом суть сознания Кришны. Господь Кришна – это верховный властелин, а все живые существа, в том числе и великие полубоги, его подданы. Истинное умиротворение обретают только те, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. В пятой главе рассказывалось о методе сознания Кришны, который известен под названием карма-йога. В ней дается ответ на философский вопрос о том, как карма-йога может привести человека к освобождению. Действовать в сознании Кришны – значит действовать, полностью сознавая свою подвластность Господу. Такая деятельность эквивалентна духовному знанию. Бхакти-йога – это сознание Кришны как таковое, а гьяна-йога – путь, ведущий к бхакти-йоге. Обладать сознанием Кришны – значит действовать, ни на минуту не забывая о своих отношениях с Верховным Абсолютом. И высшей ступенью сознания Кришны является постижение Кришны – Верховной Личности Бога. Чистая душа, бесконечно малая частица Бога, является Его вечным слугой. Желая господствовать над Майей, живое существо попадает в ее иллюзорное царство и тем самым обрекает себя на бесчисленные страдания. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено действовать, чтобы удовлетворять потребности своего материального тела. Однако метод сознания Кришны приводит человека к духовной жизни, даже если тот находится во власти материальной энергии. Ибо с помощью этого метода он может пробудить в себе духовное сознание. Чем дальше продвигается человек по этому пути, тем меньше он зависит от материальной природы. Господь беспристрастен. Наше духовное развитие зависит от того, насколько хорошо каждый из нас выполняет свои обязанности в сознании Кришны. Деятельность в сознании Кришны помогает нам обуздать чувства и победить в себе желания и гнев. Тот, кто утвердился в сознании Кришны, кто укротил свои чувства, желания и гнев, уже находится на трансцендентном уровне, уровне Брама, Нирваны. Действуя в сознании Кришны, человек естественным образом достигает высшей цели восьмиступенчатой мистической йоги. Существует постепенный метод духовной практики, ступенями которого являются яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дьяна и самадхи. Но все они лишь подступы к совершенству, достижимому с помощью преданного служения. Ибо только преданное служение приносит человеку истинный мир и покой. Преданное служение – это высшая ступень совершенства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый хочет мира и наслаждаться миром и предпринимает попытки установить мир во всем мире. С этой целью была учреждена Организация Объединенных Наций, в которой представлена каждая страна, которая пытается достичь попыток установления мира. Но, как правило, все эти попытки проваливаются и по-прежнему продолжаются конфликты, проблемы и войны. Внутри строительства Объединенных Наций, в Нью-Йорке, у них есть флаги всех стран, которые представлены в Объединенных Наций. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и там перед входом в это главное здание расположены флаги всех стран-участниц ООН. Но, несмотря на такое обилие цветных флагов представительниц стран-представительниц ООН, мира достичь так и не удалось. Но в этом стихе Бхагавад-гиты Кришна дает формулу мира. Бхагавад-гита очень полезна для нашего чтения. В течение всей нашей жизни она может помочь нам, если мы будем читать ее снова и снова. Бхагавад-гита состоит из 18 глав, в которых около 700 стихов. Иногда бывает, что мы организуем чтение Бхагавад-гиты полностью всей за день. Это не простой день. Этот день, как правило, выпадает на конец декабря. И этот день ознаменует собой ту дату, тот день, когда Кришна впервые произнес Бхагавад-гиту пять тысяч лет назад. И этот день также Кадаши. И, как правило, преданные собираются вместе, встречаются и читают один за другим стихи Бхагавад-гиты. Это занимает несколько часов. Но это отличный способ вместе путешествовать по Бхагавад-гите. Кто-то, некоторые читают по одной главе ежедневно, некоторые читают по одному стиху ежедневно. Не суть важно, сколько в день вы читаете стихов. Гораздо важнее то, как вы читаете, понимаете ли вы смысл того, о чем говорится в стихах. Некоторые стихов обладают особой ценностью, они несут особое наставление. И часто преданные заучивают наизусть и потом цитируют особо важные стихи Бхагавад-гиты. Есть пример, когда в суде адвокат наизусть в беседе цитирует закон, чтобы сослаться на него. Поэтому преданные также часто цитируют Бхагавад-гиту, чтобы подтвердить какие-то высказывания в нашей философии. Учение Бхагавад-гиты не является каким-то сектантским или принадлежащим какой-то определенной нации или стране. Оно предназначено для каждого живого существа. И в некоторых странах, в суде, когда вы идете в суд, они вас попросили взять право на право насти, и вы должны поставить свою руку на святую книгу, часто как в Бхагавад-гита, но это также позволяет поставить свою руку на бхагавад-гита и взять право насти. В некоторых странах, в суде, для того, чтобы подтвердить честность показаний какого-то свидетеля, ему предлагают положить руку на какую-то священную книгу. Чаще всего он кладет правую руку на Библию, но также допускается, если человек кладет правую руку на Бхагавад-гиту. Так что Шрила Прабхупада комментировал на многих скриптах, и он писал на многих книг, разные книги были выпущены, многие книги, может быть, около 100 книг были выпущены, но из всех книг, Бхагавад-гита является самым известным, самым использованием. Шрила Прабхупада перевел и прокомментировал очень много книг, разных, одни, они были напечатаны, порядком около, может быть, 100 книг были переведены и напечатаны, но среди всех этих книг главной остается Бхагавад-гита. Некоторые предные, куда бы они ни отправились, всегда с собой имеют Бхагавад-гиту. И тогда, если они должны поговорить о какой-то философе, о том, что они говорят в Бхагавад-гита, то, что они ссылаются в Бхагавад-гита. Итак, этот стих, который мы читаем сегодня вечером, он является одним из очень известных стихов Бхагавад-гиты, и у него есть название, его называют «Формула мира». Иногда какие-нибудь наркоманы или кто-то, у кого какие-то проблемы приходят в аптеку и обращаются, «Пожалуйста, мне так плохо, у меня проблемы в голове, дайте мне что-то, чтобы успокоило мой ум». Люди, у кого не хватает благочестия, пытаются умиротворить, успокоить умы с помощью алкоголя или наркотиков. Но те, кто чисты умом и более благочестивы, находят прибежище Бхагавад-гити. И вот этот сегодняшний стих как раз и является одним из таких стихов, который может нам дать некоторое отречение от материальных проблем. Решение, которое предлагает Кришна для достижения мира, базируется на трех главных принципах. Первый принцип, который требуется понять – «Все принадлежит Кришне». Возможно, это самое сложное для понимания. «Поскольку у нас очень сильная привязанность к тому, чтобы считать все, что нас окружает своим». Мы рассуждаем – «Это моя машина, это мой дом, это мои дети». «Мой муж или моя жена». Мы рассуждаем о чем-то вокруг нас в категории «Я являюсь собственником чего-то». Но забываем о том, что, когда мы приходим в этот мир, мы приходим ни с чем. И когда мы покидаем этот мир, мы также уходим ни с чем. Мы рождаемся с пустыми руками и уходим из этого мира с пустыми руками. Можно наблюдать, что ребенок, появляясь на свет, сжимает кулачки. То есть это символизирует умонастроение, что-то брать себе. Но когда приходит момент смерти, то у человека руки разжимаются, показывая, что «Все я теряю, что у меня было». Поэтому первый принцип, который нужно понять и осознать – это то, что Кришне все принадлежит. «Он главный обладатель всего». В наше время люди чрезвычайно атеистичны, и многие считают, что Бога не существует. Многие считают, что мир нереален, все здесь происходит волей случая, и никто не стоит за творением и поддержанием этого мира. Многие люди понимают, что за этим миром должна стоять какая-то личность. Но вдумчивые, чистосердечные, разумные люди понимают, что за этим миром должна стоять какая-то личность. И мы можем видеть, что вся Вселенная подчиняется некоему приказу, все планеты движутся в соответствии с неким порядком. Каждое лето у вас приходит такая вот погода летняя, а каждую зиму приходит длинная зима. «И это происходит каждый год, разве нет?» «Не менее систематично, и происходит смена дня и ночи. Видите, был день, сейчас близится к темноте, будет ночь, и утром завтра снова будет светло. И это очень все организовано. Кто создал этот порядок? Должна быть какая-то разумная личность, стоящая за всем этим. Как, например, в стране, у вас в России очень много людей, но для каждого что-то придумано, сделано. То есть какие-то разумные люди создали государственное устройство. Но представьте, кто-то вам задаст вопрос, как парился здесь Петропавловск-Камчатский? Ну, взрыв большой бахнул, мы утром проснулись, и город появился. А вот недалекие люди, они так объясняют про появление всего материального мира. Они говорят, просто что-то громко бахнуло, большой взрыв, и никакого разума за этим не стоит. Обычно большой взрыв приносит хаос и разрушение. Итак, мы сказали, что все принадлежит одному собственнику, и так как ему все принадлежит, он все должно быть для его наслаждения. И поэтому мы должны все использовать для служения ему. Тогда это будет правильное использование энергии материального мира. Веда так описывает. Веда говорится, все живое и неживое принадлежит верховному Господу, и каждый должен брать только то, что ему принадлежит, не посягая на остальное, хорошо понимая, кто является собственником всего. Итак, мы сказали, что первый принцип – это Бог единственный собственник, ему все принадлежит. Второй принцип – это то, что раз ему все принадлежит, мы используем все для его наслаждения. И третий принцип – он лучший друг каждого. Иногда люди чувствуются очень слабо. Есть много песен, которые написаны о слабо, и много поэмах о том, что люди очень слабо. Люди часто чувствуются очень депрессивны, что они так слабо. Но, в самом деле, мы не должны быть слабо, потому что мы имеем Кришна для лучших друзей. Очень часто в мире люди страдают или чувствуют одиночество. Очень много песен спето на эту тему, сочинено, многие группы исполняют про то, что человек одинок, не может себе никого найти, страдает. Но, на самом деле, мы не одиноки, потому что Кришна является лучшим другом. Наши друзья, материалов busyava друзья, они приходят, они наши друзья за что-то. Просто как когда мы в школы были другие друзья, когда мы были в школу были другие друзья. Мне же через время нашлось бы долгать, мы были другие друзья. Постепенно, даже если у нас появляется друг, рано или поздно он нас покидает. Мы знаем, что когда мы были в школе, у нас были школьные друзья, потом они куда-то потерялись. Мы пошли на работу, у нас, вернее, университет, у нас появились там друзья, потом прошло время, мы стали работать, у нас появились друзья на работе, а те куда-то исчезли. Итак, друзья приходят и уходят, и невозможно это сохранить постоянно. И даже если человеку посчастливится, и они будут дружить всю жизнь, в момент смерти это окончательно прервется. Мы не знаем, кто, у нас есть друзья из прошлой жизни, мы не знаем, мы не знаем, кто были друзья из прошлой жизни. И мы не знаем, кто друзья будет с нами в будущем, в следующей жизни. Подобно тому, как мы не помним своих друзей из прошлой жизни и не можем узнать об этом, кто это были за люди, точно так же мы не можем знать тех друзей, которые нас ждут в следующей жизни. Но есть один друг, который является благодетелем сердца каждого и лучшим близким другом. И этот друг особый всегда с нами, и он находится в нашем сердце. Внутри сердца есть не только один сердце, а есть два сердца. Есть индивидуальная живая личность, а затем есть суперсюль, частью Супременного Государства, который находится в сердце каждого и каждой живой личности. На самом деле в сердце каждого находится не одна душа, а две души. Одна душа — это индивидуальное живое существо, а вторая душа — это сверхдуша, ее так называют, потому что она находится в сердце абсолютно каждого живого существа. И такая сверхдуша сопровождает нас жизнь за жизнью в материальном мире. От него приходит знание, и он также дает нам возможность вспомнить, и он также позволяет нам забывать. И от сверхдуши исходят память, знания и забвения. И сверхдуша знает все наши желания, и в соответствии с нашими желаниями дает нам возможность. И иногда мы пренебрегаем этим другом, который находится рядом с нами внутри сердца. Мы оглядываемся по сторонам, смотрим в другую сторону, но не замечаем того самого главного друга. Осознание Кришны означает постижение наших близких взаимоотношений с Кришной. И поэтому мы должны пренебрегать Харе Кришна каждый день, регулярно, постоянно, если возможно. Мы должны пренебрегать названия Кришны, чтобы напомнить нас, что Кришна — мой друг, и он с нами. Для этого мы постоянно повторяем Харе Кришна, то есть святые имена помогают нам помнить. Мы повторяем их по возможности как можно больше, для того, чтобы не забыть о том, что Кришна — наш друг. И любой, кто повторял регулярно, внимательно Харе Кришна, тот может чувствовать Харе Кришна, у него есть опыт того, как Кришна находится рядом и ведет его, направляет и помогает. Итак, если мы помним эти три принципа, эти три истины, мы становимся умиротворенными. Если мы обретаем умиротворение, мы становимся истинно счастливыми. Люди не знают, что является истинным счастьем. Они думают, что счастьем является пить пиво, курить сигареты или набивать желудок. Многие думают, что счастье — это жить в роскоши. Но истинное счастье проистекает не из этих вещей, оно находится внутри души. И мы можем получить опыт этого счастья, если повторяем Харе Кришна мантру. Этот центр здесь предназначен для того, чтобы вдохновить вас повторять Харе Кришна и пробудить сознание Кришны. Сознание Кришны живет в сердце каждого. Сознание Кришны живет в сердце каждого. И это ничего не стоит вам. И это удивительная вещь, которая помогает пробудить в нас чистое сознание. И мы вдохновляем всех вас приходить, собираться вместе и повторять Харе Кришна. Мы вечно находимся в сознании Кришны, оно внутри нас, но сейчас оно покрыто и нужно пробудить эту природу. Так же, как человек, когда спит, он многое забывает из своего бытия. И вот материальное существование подобно дневному сну. Это иллюзия заключается в том, что я есть тело, я обладатель чего-то, все это мое. Но когда сон заканчивается и вы просыпаетесь, вы начинаете осознавать реальность. Повторение Харе Кришна – это мантра пробуждения. Мантра для восстановления истинного сознания. В некоторых частях мира водятся ядовитые змеи. И порой, когда человека кусает змея, он впадает в ком. У нас есть огромный центр проповеднический в Индии. Он находится в Майяпуре. И Майпур находится на берегу Ганги. И там водятся ядовитые змеи. Иногда детей, бывает, жалят змеи. Когда ребенок укушает змеи, то нужно его привлечь в ближайшее город. И в ближайшее городе есть один мухаммедский человек, который знает мантра, чтобы восстановить змея. И они берут ребенка там, и человек чеет мантру, и ребенок вернулся к сознанию. Эффекта змеи будет выключена с звуком, с мантрой. И когда такое случается, ребенка укушенного змеей срочно везут в деревеньку рядом. В этой деревеньке живет мусульманин, который знает особые мантры. Он заговоры читает эти, и через эту звуковую вибрацию действие яда нейтрализуется, и ребенок пробуждается из комы. Итак, чеет мантры Харе-кришна-мантры, это так же. Он противоположает змеи материальной жизни. Он приводит нас к нашему визуальному сознанию. Вот повторение Харе-кришна-мантры подобно этому заговору, это звуковая вибрация нейтрализует яд материальной желания, материальной жизни, и возвращает нас в истинное сознание. Вы должны попробовать узнать. Мы говорим, что кто-то готовит каек, вы хотите узнать, как вкусно каек? Очень простой. Этот человек здесь, он делает вкусный каек. Видите, этот? Эканал-гатшин. Он известный каек-макер. Итак, смотрите, можно повторить Харе-кришна и понять, как оно действует благодаря доказательству. И иногда очень легко получить доказательства, например, в еде. Если человек хочет понять, насколько вкусный торт, ему достаточно попробовать. Вот видите, вот паренек здесь сидит. Вот это очень известный тортодел. Правда, он действительно делает крутые торты. И как понять, что эти торты действительно обалденно вкусные? Нужно их попробовать. Чантение Харе-кришна – это как каек. Когда ты чант Харе-кришна, то ты знаешь, как вкусно. Сознание Харе-кришна-мантра такова на вкус. Она очень вкусная. Но чтобы это распробовать, нужно взять и попробовать повторять. Хорошо. Хорошо. Есть вопросы? Есть вопросы? Как сделать воспевание святых имен для ума интересным? Или как мы можем сделать нашу плачу интересным для нашему мозгу? Киртан. 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 И это очень хорах дает сильный глубокий вкус для дальнейшего спивания. Также помогает осознанность, когда мы получаем знания, изучаем глубже, что представляют собой святые имена, как они действуют, от этого также приходит вкус. Так же в книгах правопады встречается много упоминаний о важности воспевания в Бхагавадгите. Можно найти много на эту тему, это позволяет тоже углубить понимание и развить интересы. И также общение. Если вы общаетесь со старшими преданными, то вы заряжаетесь от них вдохновением и чувствуете, как у вас этот интерес и вкус приходит. Когда мы слышим о том, как Харидас Такур читал ежедневно 300 тысяч имен. Его даже избивали на 22 рыночных площадях, но он не прекращал воспевания своего. Также вдохновляет история Калавеча Шридхари, который жил во времена Господа Чайтани. Он был очень беден, но тем не менее никогда не оставлял воспевания святых имен. И он постоянно воспевал день и ночь. А когда Господь сам приходил к нему за банановыми листами и давал ему какие-то монетки, половину из этого он тратил на поклонение матери Ганги. И как в один момент Господь проявил свою божественную природу перед Калавечей и сказал, сейчас в этот момент ты можешь просить какое-то благословение. На что Калавеча Шридхари сказал, пусть все остается так, как есть, позволь мне продолжать заниматься воспеванием. Он не попросил богатства или славы или последователей, он просто сказал, вот пусть это остается все со мной. Чтобы я мог все использовать в служении Кришны. И воспевать святой имен. И он делал это постоянно. Так что слышать о примерах этих грибовцев, как они так много плачут, это тоже инспирно для нас развиваться, чтобы плачать. И примеры таких великих преданных вдохновляют очень сильно и также вдохновляют нас повторять. Также есть история о Рагунатхидасе Госвами, который был родом из очень-очень богатой семьи, но все оставил и отправился во Вриндаван. А Рупа и Санатана Госвами также оставили все, чтобы уйти во Вриндаван. И для чего они отправлялись во Вриндаван? Чтобы повторять святое имя постоянно. И Господь Чайтанья сам повторял святое имя. И Господь Чайтанья были четкие, и на них он повторял святое имена. Шрила Прабхапада тоже ченал святое имя на своих четках. И мы следуем примеру этих великих преданных. И когда мы слышим о том, как они повторяли, то это вдохновляет нас также повторять. Поэтому очень важно читать про их жизнь и деяния. Мы можем читать Прабхапада Лиламриту и вдохновляться от этого. Прабхапада очень хотел, чтобы преданные развивали вкус к святому имени. Он инициировал и дал посвящение тысячам учеников для воспевания святого имени. Он учил каждого важности воспевания. Поэтому мы должны принимать инспирацию из этих учений, и мы должны также чувствовать инспирацию. Ты ченал каждый день? Сколько кругов? 16? Ты ченал больше на Кадасе? Больше на Кадасе? Нет? Ты должен. Попробуй. Больше на Кадасе? Больше на Кадасе позволит развить больше вкус. Ты делаешь больше на Кадасе? Параматма, правильно? Параматма – это пионер Кришна-кончисность в Камчаке. Вот вы видите Параматму, это первопроходец, пионера развития сознания Кришны в Камчаке. Он остается здесь многие годы. Вы скажите, пожалуйста, у меня вот проблема с Ишавасей, и там все рванут. И постоянно стоит вот эта проблема, норму, как вот определять норму, вот этих ценностей материальных, да, вот кажется, вот… То есть это норма, потому что иногда они начинают заниматься, и все больше, 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 больше. И это норма, она в систему. То есть три машины, значит, больше. Будина, там, вообще шесть машин. Хорошо. 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 Ваша доля – это то, что к вам пришло честным способом. То, что пришло к вам легко, без чрезмерного напряжения, без каких-то искусственных усилий. Если какие-то вещи нам достались ценой невероятных усилий, то это уже… У каждого из нас есть своя определенная карма, которая пришла к нам с прошлой жизни, и нам отмерено, сколько наслаждаться, сколько страдать. Кому-то дано больше, кому-то дано меньше. Но человек может определить или, по милости Кришны, для себя это выровнять. Мы, конечно, должны работать, быть активными, поскольку нам требуется поддерживать себя. И природа души быть активной, деятельность не должна останавливаться. Но мы не должны работать столько, чтобы у нас не оставалось времени на воспевании. И должен быть баланс между духовным и материальным. Иногда люди говорят, я должен больше работать, чтобы заработать больше денег. Они больше трудятся, прикладывают усилий, но денег как было, столько и осталось, поскольку это карма. Но кто-то не напрягается столь сильно, и при этом он в достатке, потому что это его карма. Это то, что приходит в результате наших честных усилий. Да? Маледий? У меня вопрос, как я понял, что ты выбрал правильный выход, имел верное решение, да? И чтобы потом не сомневаться. Любое решение? Да, любое. Ага. Как мы понимаем, что мы выберем правильную решение о чем-то и выберем правильную способность? Вы должны быть руководителем Саду, Шастра и Гуру. Нужно обращаться к трем подтверждающим источникам. Это Саду, Шастра и Гуру. Саду, the holy men, are there to guide us. You can take advice from them, inquire from them, read their books, read their teachings and take the guidance from them. А вы дослушайте, пожалуйста. Саду — это святой, который ведет вас, направляет, которому вы задаете вопросы, который помогает вам найти этот путь. Почему она не противоречит? Ну, три. Они все говорят одно. Они не противоречивают. Все три являются равными между собой. Между ними нет и не может быть противоречий. В какой-то момент, когда вам нужно понять, что делать, вы можете молиться, обращаться к Господу в своем сердце, но может произойти заблуждение и голос, который вы слышите, может быть не голосом сердца, а голосом ума. И тот голос, который говорит нам, что вот сделай то-то и то-то, порой может исходить не из души, не из сердца, нет Господа, а именно из ума. Поэтому это важно слушать от саду, шастра или гуру. Поэтому очень важно слушать от саду, шастра или гуру. Так это я об этом и речь, что это внутренний конфликт, как-то что в этом моменте? Может, это было у него? Не понимаю вопрос, честно. То есть немножко чуть-чуть уточните? Ну вот эти сомнения, да, это получается внутренний конфликт. Когда ты знаешь, как ты думаешь, ты правильно приняла решение или нет? Это ли ты передумать? То есть постоянно как-то таких сомнений приходишь. Вот этих сомнений не было, то есть должен, я поняла, этот майк получить быстрый совет. Да, да, обратиться к Бору. Я могу уточнить вопрос так. Как победить сомнения в принятии решения? Так устроит вас? Дополните. Но это соответствует тому, что спрашивает? Ну, почти. Ну, хотя бы так. How to conquer our doubts, which appears when we try to find the decision? Oh, we conquer doubts by knowledge. С помощью знания мы побеждаем сомнения. You have to hear from the sadhu, the shastras and the guru. They will help you to conquer all your doubts. Мы должны слушать от sadhu, shastra и guru, и они как раз и помогают избавиться от сомнений. For the doubting soul, there's happiness neither in this world nor in the next. So you definitely want to get rid of the doubts. So I told you, you have to try. Just like the cake. I said you have to taste it to know it's good. So chanting also, it's a process. You have to try it. Then you will have no doubts. Поэтому мы говорим, вы должны попробовать пирог, торт. Любую вещь, любой процесс мы говорим, повторяйте, попробуйте, и вам это даст опыт. Вы почувствуете вкус. Любую вещь. Я думаю, что это то, что разница между хумиллитом и хумиллитом? Но в русском, она говорит, что разница между хумиллитом и хумиллитом. Мы должны быть смиренными для всех живых существований. Хумиллит – не то, что разница между хумиллитом и хумиллитом. Хумиллит – не то, что разница между хумиллитом. Хумиллит – не то, что разница между хумиллитом и хумиллитом. И мы говорим, что разница между хумиллитом и хумиллитом. Как я могу сказать, что я не устраиваю? Если у тебя обводят ты искренне и эмоционально в твоей сегодняшней степени, как применять это? Как я могу быть милым в моем сердце? Как я могу быть милым, когда ты не согласен с ситуацией? Когда что-то случилось, но ты не согласен с этим. Ты имеешь в виду... Когда что-то случилось, и ты не согласен с этим. Ну, если это ситуация, что ты не можешь делать, то, что ты не можешь делать, то ты не можешь делать ничего с этим. Ты не любишь, но что мы можем делать с этим? Мы очень маленькие и невероятные, и мы должны принимать это. Если происходит что-то, то, что мы не можем контролировать, то мы ничего не сможем сделать. Нам приходится смириться, потому что у нас нет силы, чтобы что-то изменить. Мы ничего не можем сделать. Вы не любите климата, но что мы можем делать с этим? Мы не любите экономику, но что мы можем делать с этим? Мы должны быть реалистичны и думать, что-то, что мы можем сделать, чтобы улучшить это? И если мы не сможем делать ничего, то мы просто должны быть толерантом. Толерантом. Толерант Nu witcher. Толерант Нarmo нужна толерантность. Толерант Нарmo нужна толерантность. Толерант У it is also offering respect to others. Умирение означает понимать, что мы не тело, мы душа. И мы не должны иметь эго. В обычном эгое, мы обычно имеем очень сильный эго. И это эгое есть типо-правда. Но наш эго должен быть в порядке размера души. Наш эго должен быть уменьшен до размера души. Душа должна быть в порядке размера души. Душа должна быть уменьшена до размера души, а не раздута до размера нашего тела. Повторяйте Харе Кришна. Когда вы чанете Харе Кришна, то это будет помогать нам быть уменьшен. Это будет помогать нам избавиться от эго и быть свободным от гордости. Повторяйте нам избавиться от эго и от гордости. Чанение нам обязательно помогает нам в этом. Повторяйте, пожалуйста, есть аудиозаписи Багадгиды, аудиокниги, да? Вот называется. Тот же самый эффект, что чтение или чтение в приоритете? То есть чтение книг или прослушивание аудиокниги. Тот же самый эффект, но это все зависит от качества вашего чтения и качества вашего слушания. Это не важно, если вы читаете или слушаете, это же самое. Не важно, читаете вы или слушаете. Но что Прабхупад тоже говорит, апурпур, в Шримад Бхагаватам, он говорит, что больше важно, чем просто читать или слушать, то, что мы прочитали. Мы можем сидеть, читать, но ничего не помнить, то, что мы прочли. И то же самое с нашим слушанием. Одно улетело, одно улетело, другое вылетело. Так что вы должны быть осознанным. Вы должны делать читание и слушание с внимательностью. И потом попробовать обсуждать, попробовать объяснить то, что вы услышали. Какие-то еще вопросы? У меня есть вопрос о формулах. У меня есть вопрос о формулах. По формулах. Что у нас там внутри? Раз ты понимаешь, а внутри не спасешь. Но я не согласен. Я чувствую нас. Я чувствую нас. Я чувствую нас. Не знаю, как я. Просто просто спроси. Ну, мы должны понимать, что это Кришна говорит, это его слова. И он – Бхагаван. Одно из богатств Бхагавана – знание. Если кто-то не согласен, не принимает Кришна, то он – негодяй и неудачник. Потому что Кришна знает все. И не только Кришна обучает Арджуна, но и Кришна обучает Бхагавана, и Шива, и все большие Девотицы. Они все обучают, что Кришна обучает Арджуну, но и Бхагавана, и Шива, и всех преданных. И он знает, что Кришна – absolute truth, и он говорит правду. Но если кто-то сказал, что я лучше знаю, то мы не знаем, что Ранско. Мы должны услышать от Кришны. Есть люди, которые ведут здоровый образ жизни и достаточно порядочный образ жизни. Однако однажды они разочаровались в Боге. Как строить отношения с такими людьми? И можно ли как-то поспособствовать, чтобы их вера и принятие Бога в сердце вернулась? Есть люди, которые живут, может быть, поиск, но как-то они не запомнились в Боге. Как мы можем общаться с ними? Как мы можем помочь им, чтобы верить их вера в Бога? Ну, вы должны поддержать их общение, как пресаду, и священному имену, Киртан. Позвольте им немного послушать киртану. Они могут изменяться в сердце. И они могут быть более рецептивными. И регулярно дайте им прасаду. Добавляйте милые слова. Добавляйте с ними. И постепенно они заинтересуются и стал слушать. Нужно время. Но Кришна все еще в их сердце. Он все еще там, он все еще их друг. Он просто ждет, когда они к нему повернутся. Это сложно. Мы видим, что в Шримад-Бхагаватам, Нарадамуни преследовал на различных депутатов. И он имеет много различных стратегий для преследования к людям. Вы можете видеть, как он преповедовал Друва Махараджу. Он тестировал Друва Махараджу. Он сказал ему, что он слишком молод, иди домой. И когда он пришел к Пуранчану, он был к Прочини-Бхараджу. Он был куриц, который делал много животных. Он был куриц и Кришна. И когда он пришел к Прочини-Махараджу, это был король, который для всех других чужихTSP. Нарадамуни говорил ему About Пуранчан and how Пуранчан was trying to enjoy, Пуранчан to sense the body. И Нарадамуни рассказал, как этот пуранжа не могла страдать. И тогда, как он сказал, наконец-то понял, что вы говорите о пуранжа, это я, в самом деле. Мне, Нарадамуни didn't immediately reveal he was telling him about пуранжа, but then the king understood that Нарадамуни was actually describing the king. So Нарадамуни had so many ways to preach to people. For пралад, he preached to пралад's mother. He was reading took his mother to the ашрам and пралад was still in the womb. So Нарадамуни is very versatile in his preaching. So we also have to think how to give mercy, how to attract these people. It's not all one way, you know. You have to somehow or other you have to make some friendship, make some relationship with them and gradually bring them, awaken them. So chanting Hare Krishna can be good, прасадам can be good, books can be good. I don't know. We have to pray to Krishna. Help me. Help me give the mercy. Okay, any other questions? So each place and each people or nation has a type maybe or mood. So when you came to Kamchatka, did you feel something special maybe about people, about their mood? No. I'm still in the material world. The world of birth and death. Thank you very much. Thank you very much. The devotees around, in the situation of devotees, everybody felt good. Well, I've been coming to Kamchatka for many years, you know. Even before we had this center, I was coming to Kamchatka before we had this place. And so, you know, kind of familiar with the plague. But we have to understand this is, you know, it's not really any different from anywhere else on the planet. Everywhere people are suffering, they're getting old, they get disease, and one day we all have to die. And this is true even in the higher planets. Even in the higher planets, the demigods also have these problems. So everywhere in this material world is a temporary place of misery. So we should understand this is not a real home. We want to get out and go back to God. Go back to Krishna. Okay, so, Hare Krishna Srimad Bhagavad Gita Aki.